Добрый вечер, дорогие друзья, телезрители. Программа «Вечерний разговор» начинается. Традиционные слова. Сегодня у нас в гостях небезызвестный Оазан Антой, муниципальный советник, политолог, политический аналитик и вообще человек, который знает, что говорит и что делает. Добрый вечер. Добрый вечер, спасибо, но как-то сложно все. Сложно все, что я сказал, да? Нет, хотя бы на предмет того, что я не очень часто общаюсь с западными журналистами, экспертами, иногда с дипломатами. И они, когда заканчивается наша беседа, как обычно, они восклицают «О, it's so interesting». Я им говорю, это для тебя interesting, а мне тут жить. Вернемся к нашим баранам. Наши бараны всегда существуют и будут существовать, и всегда под баранами мы понимаем каждое свое, но в основном власть. Я не перегнул палочку? А, нет. Хотя и власть относится к нам же с тем же. Ну да, конечно. Да? Да, абсолютно. Я обратил внимание, что, знаю вас уже не один год, 20 лет, я обратил внимание, на часть ваших прогнозов по отношению политической ситуации в Республике Молдова, оно сбывалось и сбывается. И отличается постоянством. Как бы к вам не относились ваши оппоненты, я на это особо обратил внимание. Как-то в годы выборов в 1997 году я с вами общался, и вы как бы в воду глядели, сказали некоторые слова, что у нас правительство занимается больше политикой, чем экономикой. Да. Я возвращаюсь в сказанное ранее вами, и задаю теперь я вам вопрос. Тенденция того, что правительство начнет заниматься экономикой, существует в Республике Молдова или нет? Нет. Я вижу эту ситуацию, не хочу сильно умничать, но когда мы смотрим на тот комплекс проблем, который существует в нашей стране, с которой сталкиваются наши граждане, то я давно уже достаточно пришел к выводу, что у нас нет той власти, уровень компетентности и ответственности, который позволил бы комплексно решить эти проблемы. Много лет назад, уже много лет, мы часто употребляем этот термин, мой хороший знакомый Игорь Бацан, он из статистики World Bank, по-моему, вытащил графики развития экономики в разных странах, в мире и в Республике Молдовы. И возвращаясь к вашему вопросу насчет развития экономики, глядя на тот график давно, а сейчас продление этих графиков не добавляет нам оптимизма, это как в старом советском анекдоте, когда у японцев спрашивают, насколько мы отстали, ответ – навсегда. Понимаете, пока нас тут кормят какой-то так называемой геополитикой, якобы кто-то ведет нас в Европу, якобы кто-то нас ведет в евразийское счастье, пока нам говорят про какие-то реформы, то я смотрю на экономику, и как раз экономика, как раз сегодня я на одном сайте увидел такие картинки, что граждане Республики Молдова предпочитают уезжать в эту, в эту и в эту страну. Как выглядит Молдова по сравнению с ними. И самое печальное в тех графиках не то, что у нас меньше ВВП на душу населения, или не знаю что, самое печальное то, что аксиома, что граждане Молдовы уезжают. – Сам факт. – Сам факт. И когда у меня там не очень нравится коллектив, в котором я работаю, потому что там в основном молодежь, и для меня это каждый день я тестирую себя на незакоснелость. И как раз мы обсуждали, говорю, тоже были какие-то там сравнения, говорю, для меня страны делятся на две категории – те, из которых уезжают, и те, в которые стремятся уехать. К сожалению, сегодня Молдова, невзирая на то, что когда-то Мирча-друг нас обзавал второй Швейцарии, из-за республики Молдова наблюдается исход граждан. И если раньше этот исход был чисто экономическими причинами обусловлен, то сегодня некоторые мои знакомые, у меня нет такого круга общения, утверждают, что уезжают уже достаточно состоявшиеся люди, которых решили, в общем-то, свои проблемы. Но здесь они, как в том романе Ильфа Петрова «Зваси», вы знаете, что на каждого человека давит воздушный столб. Став Бендер говорит, вот здесь атмосфера им уже не нравится. И чтобы долго не разговаривать, сегодня развиваются те страны, где дана свобода для человека, для интеллектуального потенциала. Самовыражение. Самовыражение. Доскажение определенной цели. Да, потому что действительно не надо быть великим аналистом, если посмотреть на эту сырьевую экономику традиционную. Еще если раньше вспомнить, как Советский Союз гордился, насколько там больше стали и чугуна по сравнению с Царской империей выплавил. То сейчас, когда мы смотрим на эти компании Microsoft, Apple и прочее, они же ведь строятся на идее. На идее. Мне очень нравится сегодняшнее новое явление, стартап, когда человек изобретает идею и предлагает ее, и под нее собирает деньги. И, в общем-то, они нужны. То есть это совсем другое общество. Открытое, где стимулируется, а не стимулируется, а приветствуется свобода мышления, поиск идеи. А мы все носимся, как дурни с писаной торбой, со своими помидорами и со своим вином, который мы сами, в общем-то, можем выпить. Да. В диколитрах тысячами и миллионами. Но в данном случае, в данном случае, я задал вопрос о правительстве, и желательно, чтобы стартап все-таки присутствовал в правительстве, а не так, как сейчас происходит. Вот в этой студии бывают разные люди, с разными взглядами, мировоззрением, гражданская позиция. Разные. Но почему-то в последние месяцы говорят один в один то, что вы сказали. Что уезжают из страны люди, которые даже в этих условиях состоялись. Это уходят средства денежные, выводятся из республики, и выводятся, самое главное, ум в той или иной области. Почему правительство у нас более занимается политикой, чем экономикой? Повторяю свой вопрос. Почему? Какая первая основа? Ну, для начала сюда надо пригласить премьер-министра. Не приходит ко мне ни министра, никто. Они считают ниже своего достоинства. Ну, не знаю, так ли это, но... Нет, так это и есть. Я вспомнил, как много лет назад я с группой себе подобных из... Нас собрали в... Ну, собрали в фонду Олафа Пальме, организовал поездку из восточноевропейских стран, представителей партии, во время выборной кампании в Швеции. Я видел, насколько маленькая дистанция там. Там нет дистанции между политиком и гражданином. Мы идем по улице, и наша дама, которая говорит, о, можете сфотографироваться с министром транспорта, а не, министром молодежи и спорта. Идет девушка лет 25 с рюкзачком, ля-ля-ля-ля, потом смотрит на часы, извините, мне надо на заседание правительства. Понимаете? Там не терпят вот этого комчванства, как когда-то говорили, да? И ничем не обоснованного снобизма. Абсолютно. И там председателя партии поменять – это нет проблем. Это совершенно рутина. У нас партия уходит на политическое кладбище вместе со своим лидером. И когда я видел избирательную кампанию в Швеции, я видел там избирательную кампанию, построенную на рациональных аргументах и апеллирующую к реальным проблемам конкретного сегмента общества. Либералы говорили о том, что они предоставят свободу экономическую, что уменьшат вмешательство государства и так далее. Социал-демократы говорили, что мы будем инвестировать молодежь в качественное образование, мы создадим им рабочие места. И когда социал-демократы победили, я видел там самое большое здание в Стокгольме, Норалатин, по-моему, которое разносило молодежь. Их партия победила. Причем эта идентификация была на конкретных проблемах. Я молодой, впереди жизнь, мне нужно качественное образование и шансы получить работу. И основное, вы не заметили, они верят в то, что это будет сделано. Абсолютно. Понимаете, что я говорю? Абсолютно. У нас же происходит все с точностью наоборот. И все эти годы независимости, в которые вы активно принимали участие в политической жизни, Ну, по крайней мере, не надо. Ну, присутствовал. Ладно. Присутствовали. Но ничего ваше присутствие не смогло изменить. Правильно? Да, в общем-то. Вот происходит все. Беседы. Там были аграрии. Они говорили, мы сделаем это, это, это. Ничего не сделали, их забыли. Да, пришли другие, вдвое больше сделаем. Ничего не сделали. Пришли третьи. Сказали, эти все до нас, но вообще ничего. Тоже ничего не сделали. Мы проходим четвертую стадию деградации. Потому что, я считаю, наши выборы, они не давали развития общества. А способствовали деградации понимания того, что происходит в самой республике. В самой республике. И кому просто верить. Когда вы затронули вопрос, кому верить, то это, наверное, сложнее и серьезнее, чем просто избирательные кампании. Я вспоминаю 94-й год. Коллеги по партии купили мне пальто за две стилей, чтобы я выглядел более презентабельно. Я помню встречи в этих сельских клубах, которые уже тогда были с побитыми окнами, инии на стенах. Люди сидели. Но люди тогда еще приходили. Это было что-то не... Но в центр культуры и общения. Это было тогда что-то новое, когда политические партии. Я помню, как я выступал в каком-то селе, и встает мужик, который наверняка был моложе, чем я сейчас. Такой колоритный, настоящий молдаванин. Говорит, а, те во власти уже наворовались и наелись. А ты хочешь прийти вместо них и воровать еще больше. Это он сказал мне, которого видел впервые в жизни в пальто за две стилей купленной коллегами по партии. И это был 94-й год. Это еще нельзя сказать, что вот четвертый шаг в бездну недоверия во все и вся. В общем-то, как вам сказать, государственность, республики Молдова – это был нежеланный ребенок. Мы же с вами в те времена жили, да? Узенький сегмент местных интеллектуалов завопил про объединение с Румынией. Как решение всех проблем. Страну не надо строить, давай объединимся с Румынией. То, что мы называли раньше русскоязычное население, не хотели развала СССР. И не видели Молдову как будущее государство. А те молдаване, которые жили по селам, разбросанные по этим колхозам и совхозам, они не воспринимали как оккупированную территорию. У них в обществе не было оппозиции, коммунистической идеологии. И они боялись так же, как и русскоязычное объединение с Румынией. И когда советский СССР развалился, ну ладно, пусть будет страна. А для того, чтобы строить, нужен человеческий материал, грамм энтузиазма, национальной идеи, не в смысле раскола, а в смысле объединяющей национальной идеи. Понимаете? У нас всего этого не было и нет. До сих пор. У нас приближаются избирательные кампании. И мы видим этот пинг-понг. Одни как раз вовремя начинают говорить о лозунге объединений с Румынией, а другие подхватывают подачу и говорят, мы же государственники, православие и так далее. А когда добираются до корыта власти, там слышно чавканье за кулисами и не разберешь, кто из них унионист, а кто государственник. Понимаете? Мы с вами три года тому назад, встречаясь, говорили о национальной идее. Помните нашу беседу? Ну, может, в сути. Страна без национальной идеи. Просто не хочется в архивах сейчас рыться. Я могу выдержки сделать, но в будущем я сделаю. Наши программы, чтобы был. Каждый политик, чтобы показал. Да, политолог, политик. Так вот, национальная идея, как таковая, она фактически, насколько следовать тому, что вы сказали, она просто размыта. Нет ее. Размыта. Ее нет. Вот вы сказали, за Молдавам в селах. Вы знаете, они никогда не были в оппозиции к власти. Нет. Никогда. В истории не было. Был маленький вопрос, чтобы только нас не трогали. Соседа, пожалуйста. Того. А этого не надо. И здесь каждый за себя. А когда общество, каждый за себя, не единое, а целое, добиться ничего невозможно. И вот правительство, которое вышло из народа, этого же, оно не следует тому, чему должно следовать. Есть еще один момент, который уже давно давлеет над нами, как проклятие. Вот вспомнили, опять же, 1994 год. Кто пришел во власть? Аграрно-демократическая партия. Кто получил 28 МАДАТов? Интернационалистическое движение «Унитат и Единство». Потом был Народный фронт и какой-то еще блок. И когда смотришь на тот парламент, то видно, что основное большинство из них основывается на том, что люди проголосовали за возврат в советское прошлое. Люди испугались тех перемен, которые возможны. Нет, даже не перемен, а тех реалий, с которыми они столкнулись после развала СССР. И они проголосовали за прошлое в лице аграрной партии интердвижения «Единство». А другие проголосовали за прошлое в составе в Румынии Народный фронт. Это был единый блок интеллектуалов и крестьян. Что-то в этом роде. И сегодня, если вы посмотрите, у нас то же самое. Те же корни тянутся. Кто-то тянется из советского прошлого, кто-то из того краткого периода, 22 года, пока Бессарабия была в Румынии. И как раз не появляется та критическая масса людей, которые бы, зная прошлое, не зацикливались бы на нем, а понимали бы, что вот эта страна, где я живу, это не тюремная камера, из которой надо удирать. Это страна, в которой я живу, в которой должны жить мои дети, внуки, если захотят. Но чтобы это было комфортное для нас место пребывания. Да, мы не догоним за ночь Швейцарию или Лихтенштейн по доходам на душу населения. – Давай мечтать не надо. – Нет, я об этом и не мечтаю. Но давайте сделаем комфортную среду обитания. Потому что, как был в жизни нашей семьи, был такой период, когда, скажем так, муж был безработным и женат. Я говорю, знаешь, сто лет назад ни один король не имел цветного телевизора. Вот, видишь, имеешь телевизор? Сиди и смотри. Я пошутил. Не все меряется только материальным благосостоянием. Самый тяжелый момент, через который мы сейчас проходим, – это моральный кризис. Это неверие. Неверие в институты государства, неверие в судебную систему, неверие в политические партии, неверие в свои силы. И поэтому получается так, что еще лет 15 назад там процент людей, которые, например, ратовали за объединение с Румынией, это было там 1,5-2%. Сейчас это уже 20%. Что, они стали такими, проснулись румынами и захотели? Нет, они теряют веру в это государство. Через пруд есть какое, не есть, но все-таки функционирующее государство. А чем такое, извините за выражение, бардак? Давайте объединимся. Это унионизм от осознания своей импотенции. Такой вот вариант. А когда смотришь на социологические опросы и видишь, что 30-40% молодых людей, образованных из города, хотят навсегда уехать из этой страны, то возникает вопрос, а кто будет эту страну строить? Ну, не в смысле строить, а ведь для того, чтобы была страна, нужны люди, которые вкладывают себя, то есть свои мозги в будущее этой страны. И, к сожалению... Это аксиома. Аксиома. Да, это аксиома. Но вот, к сожалению, у нас этот моральный кризис, он усугубился. И знаете, что в основе этого морального кризиса... Я не хочу быть моралистом. Я не считаю, что где-то есть страна на круглом земном шаре, где в политику лезут ангелы и во власти находятся ангелы. Но, знаете, в лесу должен быть волк. И когда... Что называется правовое государство? Это когда мой бывший знакомый премьер-министр Румынии Адриан Анастасий два раза загремел на нары, да? Был успешным премьером, привел Румынию в Евросоюз, чуть ли не стал президентом. И дважды попал на нары. То есть, ну, это такой штучный пример. Но у нас этого нет. И вот этот надлом, который произошел, это произошел он после того, как была волна... Ну, здесь надо отдать должное партии коммунистов, которая сумела накачать давление в политический котел перед 5 апреля 2009 года. Помните? Потом было 7 апреля. Бессмысленное, но было. Потом был еврооптимизм. А потом мы узнали, что люди, которые нас кормят проевропейскими лозунгами, оказались банальными ворюгами. И нам сейчас предстоит выплачивать за украденные ими деньги. И самое главное, они украли надежду, украли мечту. Они убили. Почему? Убили. Убили эту мечту. Потому что сейчас я работаю в институте общественных политик, наверное. Мы иногда реализовываем разные проекты. И вот, когда мы пытаемся проанализировать отношение людей, например, к этой дилемме Евросоюза, Евразийский Союз. Ну, так у нас принято, да? Мы сталкиваемся с тем, что есть какой-то сегмент в обществе, который понимает, что европейская идея – это не программа построения коммунизма, и это не власть. Европейская идея – это значит стандарты правового демократического государства. Это в 93-м году в Копенгагене были сформулированы эти критерии. Кто хочет, может прочесть, в том числе и на русском языке. И это не лозунг. Это образ жизни в нормальной стране, понимаете? В которой гражданин является центром этой всей машины. – Стержи. – А, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что очень большой процент жителей Молдовы нынешних, они воспринимают европейскую идею. – А, так эти, которые наворовали, это ваша Европа, она нам надо, понимаете? И здесь, конечно, очень, ну, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Самый большой процент поддержки европейской идеи, перспективы для Республики Молдовы был в ноябре 2007 года. – 75,2%. Когда у нас был проевропейский коммунист Воронин, авторитарный лидер, и народ шел за ним, так сказать, нас ведут в европейское будущее. Это, конечно, опять же, говорит о качестве нашего общества. А сегодня вот эти упадочнические настроения, как их переломить, я не готов теоретизировать, потому что я наблюдаю за тем, что происходит в Молдове, как ведет себя власть, что представляет из себя оппозиция, как реагирует общество на эти раздражители, которые появляются. И пока что поводов для оптимизма на сегодняшний день у меня нет. – Хороший ответ. – Вот. Нужно оценить, продумать и решиться. Когда же мы с вами уедем отсюда? – А мне некуда уезжать. – Вот видите. – А мне некуда уезжать. Может, посоветуете? – Да нет. Дело в том, что, как вам сказать, в социальных процессах нет такого жесткого детерминизма, что вот это все должно произойти с вероятностью 100%. Может что-то измениться. По крайней мере, знаете, вот как в том анекдоте про старого еврея. Надо покупать лотерейный билет. Да. И сегодня я встретил одну знакомую. Одну знакомую. Я выходил с бутылкой вина из магазина. Мы с ней не виделись много лет. Она уехала из Молдовы. И знаете, как она попрестовала меня? – О, привет! Тебя еще не расстреляли? Она у меня помнит. Поэтому пока меня еще не расстреляли. И мы сидим с вами в этой студии. И я надеюсь, что хоть кто-то на нас смотрит. То, в общем-то, нельзя складывать крылья. Надо все-таки общаться. И искать тот круг общения между людьми, которые жить хотят. Понимают, что человеческое достоинство не купишь в магазине. А без человеческого достоинства общество и страна не получается. – Вы знаете, рассуждая с вами на эти темы, мы переходим уже к грани от политологии, социологии, философскую какую-то сферу. – Ну, к социальной психологии и так далее. – Да, ну, возьмем за основу философию. Ведь даже в советское время мы ориентировались, даже советская, будем говорить, культура, ориентировалась на философов Запада. Об этом все забыли. – Забыли. – На историю Запада. – Акцентированно. Я не помню, чтобы у нас преподавали в Советском Союзе, вот в моей школе, да, или, может, в вашей, историю древней Молдовы. Не помню. Вы помните? – Нет, я учился в Черненской области. – Ага. – Давайте вспомним историю древней Руси. – История древней Руси был такой предмет, да. – До пятого класса. – Там была основа. Киевская Русь, которая дала основание, посадил князь своих сыновей, значит, на границах. Изучали часть. Я вот заметил, историю древней Руси мы изучали, историю древней Греции мы изучали, историю древнего Рима мы изучали. В институте римское право преподавали, при котором переходили на советское законодательство. И всегда происходили противоречия, да. Вот, например, у меня, говорю, вот в римском праве так, а вот у нас в законе как-то вот что-то вот не так. – У инженеров преимущество. – У инженеров преимущество. – Помолчите, помолчите. – У нас математические формулы были одинаковыми в западном. – И вот когда у нас общество сейчас начинает основываться на каких-то ценностях, вот как вы говорили, или западных, или восточных, вот определить, что представляет общество внутри нашей страны, ну, просто невозможно. – Может, вы найдете? – Если можно пошутить. – Нет, но здесь шутка должна быть такая, конкретная. – Да, конкретная. Ну, наверное, лет 10 назад пришла ко мне дама, приятная во всех отношениях, брать у меня интервью. И говорит, Дома Анатольевна, скажите что-нибудь это такое, незаезженное. На что я сказал следующее. Из литературы я могу утверждать, что есть такие населенные пункты, города, где на одной окраине есть монастырь, а на другой окраине, ну, извините, бордель. И все люди знают, что правила поведения в борделе и в монастыре отличаются. Проблема Молдовы заключается в том, что мы живем в борделе и пытаемся притвориться монастырем. И даже для нас самих это выглядит неубедительно. – Это не анекдот, это определение состояния общества. – Потому что, ну, вот, мы живем в республике Молдова, и в последнее время символ зла – господин Плохотнюк. Он, оказывается, у нас и Демиург, он их всех купил, всех построил. А скажите, пожалуйста, вы, наследники Штефана Чалмариш-Сфынт, вы что, все продаетесь? – Вы не на меня смотрите, смотрите в камеру, пожалуйста. А то вы так выразительно на меня посмотрели, что вы все продаетесь. Если есть какие-то подозрения в том, что все продаются, и я в том числе, скажу, нет, я не продался, не предлагали. Вот, и не предлагают. Здесь вопрос в другом. Ведь исследовать тем символом религиозным, да, есть дьявол, который все-таки был снизвером с небес. Он как-то оторвался от Бога, но был создан Богом, находился рядом с Богом. Поэтому могу тоже ответить, откуда он взялся, если он такой плохой? Из той же системы, в которой он руководил не один год, будучи в тени. Сейчас он председатель партии. Значит, мы должны к нему относиться, как к председателю партии, правильно? И ко мне относиться ко всем председателям партии сложно, потому что каждый занимается обвинением, кто кому продался и за сколько. Знаете, вот, каждый занимался обвинением. Вы очень тонко подметили, что как у нас проходят политические кампании, избирательные кампании. Помимо вечного принципа «а ты сама такая», да, кампании строятся на обвинение. Атака на личность и на обвинение. А ведь фактически в избирательной кампании политики, будь то президент, будь то партия, они должны предложить решение проблем общества, знать, как эти проблемы решать, сдержать свое слово, придя во власть. И когда мы говорим, что кто-то хороший, кто-то плохой, то вот в 2009 году, нет, в 2005 году, я помню в избирательной кампании ездил по селам, и люди, весна была, народ был настроен, открыт. И я в селах говорю, знаете, что я говорю, для меня не секрет, что вот большинство людей в вашем селе проголосует за партию коммунистов. Скажите, пожалуйста, вы знаете кого-нибудь из руководства этой партии, помимо Владимира Воронина? Этот вопрос задавал раз в 50, и ни разу никто мне не назвал ни одной фамилией, за исключением господина Ворони. И возникает вопрос, а партии в Республике Молдовы на каком принципе люди объединяются? На что их объединяет? Это стадо, которое ищет пастуха? Или люди объединяются на основе каких-то, извинить за выражение, это ругательное слово, в Молдове ценностей, да? Потому что когда европейская социал-демократия – это одна система ценностей, христианский демократ – это другая система ценностей, это либералы. То есть это что-то, люди объединяются по горизонтали, а не вокруг, они идут за каким-то фюрером. И когда мы сейчас видим вот эту ситуацию, так ведь проблема не в том, как зовут политического лидера. Проблема в том, что партии должны меняться, но должен функционировать костяк правового государства, в основе которого лежит судебная власть. Если независимой судебной власти нет, государства нет. Потому что люди начинают жить по понятиям, кто приблизился к телу, тот решает свои проблемы, кто нет, тот идёт на заклание или так далее, и так далее. И вот я опять возвращаюсь к тому, что мы можем говорить, что кто-то плохой, кто-то хороший, но мы должны видеть за этим, что страну-то ещё надо создать. Это нужен другой уровень компетентности, не тот, который мы видели на протяжении 25 лет. А если ещё и добавить, когда мы говорим «создать страну», я стараюсь следить за тем, что происходит и в регионах этой страны. Но это вообще, так сказать, большая проблема. Большая? Это громадная проблема. И возникает вопрос, что, понимаете, мы с вами пережили развал Советского Союза. Мы помним, как развалилась Югославия, там эти региональные конфликты, земной шар полон ими и так далее, и так далее. Мы должны прекрасно понимать, что если здесь, на этой территории, не произойдёт какого-то качественного перелома, который реализуем мы, граждане этой страны, придёт время не слишком отдалённое, когда проект государственности Республики Молдови будет закрыт. Потому что государственность не является самоцелью. Если граждане этой страны ценят эту свою страну, тогда эта страна будет жить. Если нет, ну как шарик, из которого выпустят воздух. – Да нет, шарики обладают таким свойством, что когда они чрезмерное давление лопаются. – Любое сравнение. – Любое сравнение, но в данном случае с государством. Вы сказали, партия лидеров. Да, но некоторые партии как-то называются там вот ПСРМ, допустим, ДПМ и все остальные партии. Великолепно, но партия Шора как звучит? – Очень хорошо звучит. – Звучит партия Шора, а вы говорите, вокруг лидеров. Даже в евразийском нашем векторе развития, который нам предлагают, да, там партии нет и не было. Партии Ельцина, партии Путина, как-то их называли завуалировано. А у нас перешли как раз грань. Есть партия одного города. Давайте за это будем болеть. Уйдем на рекламную паузу и затем продолжим нашу интересную беседу о том, что происходит в нашей родной республике. Рекламная пауза. Продолжаем нашу интересную программу. Напомню, кто не смотрел первые части нашей беседы, у нас в гостях у Азан Антой. Перечислять не буду ни званий, ни должностей. Скажу так. Человек, который знает о политике в Молдове, все. – Генеральный секретарь Федерации парашютного спорта. – Генеральный секретарь Федерации парашютного спорта Республики Молдова. Я добавил. Так же, как у нас. Парашютизм – любимый вид спорта, метафора. Любимый вид спорта наших политиков. Они рискуют только тогда, когда не надо выпрыгивать в самолет. Желательно на тренажере и желательно в компьютере. Они все знают, они нас учат, и они приведут нас к счастью, которое не видно уже 25 лет. Вот такой я ведущий программы. Ну вот терпите уж меня. Иронии много, сарказма много. Не вижу я того пути радостного, который нас приведет к балополучию хотя бы на этой маленькой территории Республики Молдова. Вы видите что-то хорошее, которое происходит сейчас, на сегодняшний момент в Республике Молдова, чтобы меня как-то посадить на место? – Не-не-не. Никого я ни на какое место сажать не собираюсь. Я же не генеральный прокурор. Дело в том, что Молдова – это маленький клочок земли. Он не может быть изолирован от всего, что происходит в мире, у наших соседей. Я рад тому, что информационные технологии изменили мир. Я сам уже поймал себя на том, что, так сказать, не хочу прибегать к этому сравнению, как наркоман. Но без интернета сейчас я знаю, что происходит в одной стране, в другой стране. Я слежу за всем, что мне надо по работе, просто как интерес. И этот открытый мир, он, в общем-то, дает шанс, дает возможность человеку самому искать ответы на разные вопросы. Вот вы упомянули, что мы с вами не изучали историю Древней Молдовы. А сейчас мы живем в то время, по крайней мере, в том регионе, где идет борьба за историю. История пользуется в качестве дубины. И история, так сказать, и в избирательной кампании, и так далее, и так далее. Поэтому сегодня во время информационных технологий, помимо того, что у каждого есть доступ, можно искать ответы на любую информацию, это, в общем-то, позволяет видеть мир немного шире, чем из своей маленькой лужи. И когда я вижу молодежь, которая самодостаточная, которая конкурентно способная, это позитивно. Потому что далеко не всегда, скажем так, звучное имя образовательного учреждения гарантирует, что там будет абсолютно качественный продукт. Если у человека есть талант от Бога или от родителей, если он достаточно целеустремлен, то в наше время это реализовать себя уже легче. И в этом смысле, конечно, это позитивно. Но негативно это то, что люди, которые достаточно сильные, они предпочитают сниматься, как те птицы, и улетать в другие края. И далеко не всегда только за, как раньше говорили, за длинным рублем. Но, понимаете, с чем я столкнулся на протяжении последних... Ну, я столкнулся с этим раньше, но как-то сейчас это я заметил, особенно так, остро. Вот у нас нет объединяющего понятия добра и зла. Ну вот в нашем обществе, чтобы криво, Луконешты, Камрад, Кишинев, Бельцы, там, не знаю, что там, Левый берег. То есть вот понятие добра и зла. И когда смотришь... Мы вроде бы все находимся в одной лодке. И когда смотришь эти комментарии в интернете, на это злорадство, на это... Понимаете, такое впечатление, что люди действительно как в тюремной камере, и им совершенно не важно, как отсюда вырваться, да, но так. И это очень тяжелая атмосфера. И вот последние пару дней меня журналисты несколько достали. Вот Евгений Шевчук. Евгений Шевчук, оказывается, убежал на правый берег Днестра. И я на это дело смотрю. Смотрю, спикер парламента, он говорит, что он не знает, как к этому относиться. А как к этому относиться, когда Евгений Шевчук... Ну, мало того, что он учился в сельхозинституте вместе с Валерием Лазарем и был сотрудником ОБХСС Ниссана. Но с 2000 года его подобрала компания «Шериф». Его сделали лидером движения обновлений на Левом берегу. В декабре, по-моему, 2005 года он стал спикером так называемого Верховного Совета. Потом, что означает, что 17 сентября 2006 года он ратовал за так называемый референдум, который, так сказать, да, вот... Потом мы оставим в стороне его конфликт с «Шерифом». Киндер-сюрприз. В декабре 2011 года он объявился президентом. Он стал Верховным Главнокомандующим. Я помню 2013 год, как он подписал закон о государственной границе. И здесь наше правительство стояло на ушах, обращалось к международным партнёрам. Что делать? Потому что применение этого закона означает кровь. Не буду вмешиваться в его личную жизнь, но не на Штанский. Это дама, которая источала из себя презрение к нам, гражданам Республики Молдов. В том числе, когда через Кишинёвский аэропорт летала на шоппинг в Европу или в Дубай на отдых с Женей Шевчуком. Понимаете? И они издевались над этой страной. Я уже молчу, кто они, сколько они там наворовали. Потому что у нас свои есть специалисты. Да, они не хыкают. Я не хыкаю, как это хыкают? Потому что они, так сказать, достаточно хорошо наворовались. И вот теперь этот человек в результате разборок на левом берегу удирает на правый берег и что-то там ещё в Фейсбуке пишет. Как это понимать? Если возвращаясь к тому сравнению с борделем и монастырём. Государство Республика Молдова – это что, бордель? Бордель. Но тогда, уважаемые сограждане, давайте не будем напрягаться и давайте называть вещи своими именами. Тогда нам не нужно правительство, которое кричит, что оно ведёт нас в Европу. Тогда нам не нужен президент, который нас куда-то ведёт в Евразийское православное счастье. Когда президент страны встречается с священниками и раздаёт ученикам учебники православия, это, по-моему, попытка вернуться в Средние века. Я забыл, как по-русски это термин, по-румынски это обскурантизм. То есть, это кич. Это вы имеете в виду последнюю встречу с... Да, да, да. Но я понимаю, что он делает избирательную кампанию. Я понимаю. Он уже пошёл второй год, как проходит. Избирательная кампания 2018. Он как-то на встрече проговорился. Мы готовимся к выборам 2018. Совершенно верно. Хотя потом, во время избирания его, президент сказал, что он за досрочные выборы. Посмотрим, что будет через конец. Да нет, ну, разно. Не, я говорю, там было сказано. Вы знаете, я не хочу критиковать власть и защищать оппозицию и так далее. Но когда в обществе возникают конфликтные ситуации, тогда какие-то политические партии, даже не важно кто, они, оказывается, ратовали за смешанную избирательную систему. И сейчас им говорит власть. Ага, но вы же сами ратовали. Это говорит всё лишь о том, что те, которые ратовали, они не думали. Они пытались придумать какую-то примочку, чтобы впечатлить избирателей, но не думали, что из этого получится. И это говорит, опять же, об уровне наших избирательных кампаний. Когда мы с вами посмотрели на телевизионные дебаты, посвящённые местному самоуправлению или налоговой системе, или проблеме создания рабочих мест, и проблемы, так сказать, стыковки образовательной системы и национальной экономики, чтобы экономика абсорбировала кадры из образовательной системы. Дебаты, то, что вы называете дебатами, вы в этой же программе сейчас говорили. Всё переход на личность. Понимаете? И это убеждает общество. Не убеждает, общество вводится на это. Ну хорошо, ведётся общество на это, но убеждает в этом. Вы понимаете сам факт? Нет, чтобы спорить об экономическом развитии, о путях развития, что для этого надо сделать и убедить тех, кто слушает дебаты. Мне, я говорю, достаточно выборов президента было. Когда Майя Санду разговаривала с... Были дебаты телевизионные с господином Дадоном. Это же было. Вы помните, что это такое? Ладно. А чём опять-то грустно? Мы хотели же о весёлом что-нибудь сказать. Лето, фрукты, овощи. Фрукты, овощи. Я поеду на соревнования скоро. Да. В Краков. Вот, видите, какой город красивый. К сожалению, мы в город не поедем. Мы будем сбоку на аэродром. Вы будете сбоку, прыжки будут сбоку, но вы всё-таки в город съездите, я надеюсь. Вы такой человек, что вы съездите. Красивейший город, очень красивый в нём. И слава богу, что его не разбомбили до основания. Как знаменитый Лейпциг. Уравняли. Ну, видите, возродили. Возродили. И вот у нас тоже возрождается вот всё. Я вот замечаю. Очень много ростков вырождения какого-то неотёсанного национализма. Ну, давайте договоримся о терминах, потому что в советское и постсоветское время национализм – это было очень негативно. Что вы имеете в виду под термином? Хорошо. Потому что, когда я достаю свой паспорт иностранный, там написано «нашенэлити». Я ответ, репабликов Молдова. Молдова. Это когда мы выезжаем. Я тоже самое могу сказать об итальянцах. Скажите сицилийцу, что он итальянец, он вам откусит уши. Ну, как тайсон. А когда они выезжают, там тоже. Я итальянец. И итальяно, веро. К чему я говорю? У нас много незамеченно происходит встреч, в которых напоминают о своём существовании национальное меньшинство. Ну, что? Гагаузи. Да. Расширение полномочий. Да. Автономия. Да. Перечислить с ним, пожалуйста, национальное меньшинство в республике Молдово. Кроме Гагаузи. Ну, во-первых, если смотреть по тем данным, которые я помню, наибольший процент – это украинцы, русские, гагаузы, болгары, евреи, греки, поляки. То есть, когда-то были немцы. Скажите, пожалуйста, чем выдающаяся Гагаузи, в отличие от всех остальных наших меньшинств? Дело в том, что эта автономия заслуживает того, чтобы эту тему обсуждать много. Я не буду говорить о том, что в 1863 году была проведена перепись населения, и впервые выяснилось, что под общим именем болгары из Добруже в Бессарабию, в Южную Бессарабию, перебрались не только болгары, но и гагаузы тюркоязычные, православные и так далее, и так далее. Это долгая история. В советское время обучения на гагаузском языке не было. Был эпизод какой-то в начале 60-х годов, и опять им отказали. И я приехал из Чернецкой области, я вообще не знал, что здесь. Я думаю, я приехал в Молдавию, здесь живет Молдава. Да. И когда Советский Союз начал разваливаться, оказалось, что гагаузы в наиболее степени поддерживают сохранение Советского Союза. И гагаузы, как и другие этнические меньшинства, были поражены румунофобией. Это был параметр, который был свойственен молдавскому обществу в целом, и меньшинствам в особенности. И как следствие, 19 августа в Камраде состоялся съезд депутатов всех уровней, на которых гагаузский народ провозгласил независимость от Молдавии и обратился к Союзному Центру с просьбой подписать союзный договор, с которым носился тогда новогорёвский процесс Михаил Сергеевич Горбачёв. В случае гагаузской автономии центральная власть, мир, чадрук правительства, нет, тогда ещё автономии не было, допустила колоссальную ошибку, которая чуть ли не стала катастрофой, а именно просили провозглашение этой республики. И, по-моему, 26 сентября 1990 года должны были состояться выборы, Верховный Совет не признанный. И правительство Молдовы приняло решение о походе волонтёров на юг. И на центральной площади стояли и карусы с нарезанной арматурой, и ребята с канистрами свином ехали на юг спасать территориальную целостность республики Молдовы. А болградская дивизия ВДВ в Болграде уже раздала оружие на юге, и всё было готово к кровавой бане на этнической... Тогда история вообще сложная была. Тогда перечислили одну воздушно-десантную дивизию, передали в программ войска. Они были подчинены. Это не 98-я дивизия. Есть фото Вани Бургуджи в Бушкате. Это я знаю. Там уже границы. Чтобы на Измаил ехать, нужно в Болград зацепить. А там два полка. Не об этом. Здесь быстро успокоила воздушно-десантная дивизия. Под эгидой тогда отдали программ войскам КГБ. Я хочу сказать, что... Я имел в виду другое. Вы перешли в историю начала конфликта. Я сразу перескочу в день сегодняшний. Я с симпатией общаюсь с очень разными людьми с Юга Молдовы. И с Гагузской автономией. Я тоже. У меня есть очень хорошие знакомые. И так далее, и так далее. И я могу позволить себе задать им вопрос. Не надо мне отвечать. Ответьте вы сами себе. Зачем вам нужна эта автономия? Потому что, когда три депутата Народного собрания после обращения драматического представителей местной интеллигенции ставят вопрос о спасении Гагузского языка. Я все сайты открываю на юге. Они все на русском языке. Нет ни одной буквы на румынском и ни одной на гагузском. И оказывается, что детки не говорят на гагузском языке, а только на русском. То есть, они теряют язык. Возникает вопрос. А зачем вам эта автономия? По-русски я говорю и без автономии. А цепной реакции не может быть? Какой? Извините. Мы берем национальное меньшинство при капактном проживании и количестве. Мы берем Бельцы. Да нет. Я о другом хочу сказать. Я хочу закончить мысль. Потому что на предмет Бельцы никто еще не принимал, слава богу, закона об особом юридическом статусе бельской автономии. Когда я читаю тот закон 23 декабря 1994 года, я понимаю такую картину. Что представители юга, они хотели стать государством в государстве. А представители центра хотели много написать, но ничего не дать. Да, там написано три языка, но мы имеем только русский язык в действительности доминирующий. А я не против русского языка. Но когда молодые люди с юга не могут поступить в учебную, не могут стать врачом, не могут стать инженером, не могут стать юристом, что он не знает языка, это ребята, мы куда плывем? Вы что, на экспорт работаете? И в Российскую Федерацию? Так назовите вещи своими именами, не надо притворяться тут. В общем-то, все достаточно очевидно. Я без лишних комплексов спросил у посла Румынии. Я говорю, когда вы детей из Молдовы даете им стипендию, это что, насос, который выкачивает мозги из нашего общества? А там что, работаете на экспорт? Мне так преподаватели Камрадского университета сказали, УАЗу, кого мы обманываем? Мы работаем на экспорт молодежи в Россию. Я ничего никому не хочу запрещать, но люди должны сами себе ответить, зачем им эта автономия. 2 февраля 2014 года Ирина Влах, Игорь Дадон и Ижи с ними бегали, кричали, референдум, референдум. Погнали людей как стадо на референдум. Все было готово к тому, что на второй день после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом на юге по итогам утраты суверенитета Молдовы за счет подписания провозгласить республику Буджак. Теперь Ирина Влах – башка, а Игорь Дадон – президент. В ситуации, когда я как гражданин Молдовы считаю, что они оба должны были сидеть на нарах. И вот автономия. Они голосовали за таможенный союз. Сейчас Ирина Влах докладывает, что мы реализовываем программу САРД, и Европейский союз дает нам деньги. Так вы, ребята, определитесь. Так вы кого-то любите, а спите с кем-то? – Я, вообще-то, имел вопрос другой. – Аж какой. – Видимо, я неправильно выразился. – А насчет меньшинства? Давайте вот, конечно, Румыния – это не самая популярная страна среди русскоязычных, так говорят. Клаус Йоханнис – это кто, этнический немец? Этнический румын? Он президент страны. Он победил Виктора Понта, или кто там был. Дальше. Мне очень нравится пример Раед Арафат. Палестинский мальчик, который в 1981 году приехал в Румынию учиться на врача. Он создал в Румынии эту систему СМУРД, которая в скорой помощи. И когда в 2000 каком-то году Басеску, румынский, этнический румын, захотел его выгнать, то румыны вышли на площадь, защитили Раед Арафат. А сколько, я забыл, Дачан Чолош. – Слушайте, и русских там валом было. – Так нет, понимаете? – Я по фамилиям помню. – Поэтому у нас здесь несколько... – В чем преимущество Гагаузии перед другими национальными меньшинствами в Республике Малуния? – Да нет никакого преимущества. – Почему создается это? – Потому что центр... – В мыслях людей. – Не-не-не. Центр... Опять же, та же проблема построения государства. Центр должен генерировать... В 2011 году мы написали толстую книжку «Проблема интеграции этнических групп». Потому что этнические меньшинства, они всем нравятся. Мы написали этнические книжки. – Хорошо. – И кому эту книжку предложить? – Кому вы предложили? – Ну, Мариан Ильич Лупов фотографировался, как мой директор Аркадий Барбурош. – Он тоже фотографировался на фоне своего торса. – Не-не-не-не, книга. – Так нет, книжка лежит в интернете. Пожалуйста, власть придержащая. – Подождите. Вы обращались к нашим представителям власти. – Да, мы организовали... – Правительство, семинары, симпозиумы. – Да, да, да. – Представители правительства были. – Да, да, парламент. – И что? – Ничего. – Как ничего? – Ну, ничего. – А вы не требуете? – А что я должен требовать? Я сделал свою работу. Мы собрали лучшие мозги, которые в этой стране. Мы написали... – Для кого вы писали? Для себя? – Нет. Потому что это называется институт общественных политик. Мы генерируем работы, которые могут послужить... Не обязательно могут послужить для решения каких-то общественных проблем. Будь то интеграции групп, мой этнический групп, мой коллега профессор Гримальский занимается образовательной системой. А я занимался... Сейчас это уже никому не нужно. Проблема и Приднестровья. Потому что, ну, зачем трогать бизнес? – Да, конечно. Деньги любят тишину. – Деньги любят тишину, да. Поэтому насчет кокосской автономии это состоялось. Эта автономия и есть. Но то, что Центр не способен на открытый честный диалог, и не способен предложить всем гражданам страны, независимо от их этничности, программу консолидации вокруг общего государства, к сожалению, это медицинский факт. – Медицинский. Но почему тогда, когда создавались группы бесплатного обучения румынскому языку, который сейчас называют румынским, да, тогда называли молдавским, были центры обучения бесплатного за счет государства, почему они чисто были ликвидированы? – Ну, потому что мы проголосовали за партию коммунистов, и эти центры исчезли. Но я утрирую. – Вы знаете... – Не, не утрируйте, почему? Я вам задаю вопрос, вы же наблюдаете. У вас целый институт. Почему это было закрыто? – Целый институт, это громко сказано. – Но звучит институт. – Звучит, да. Точно так же, как понятие академии в советское время было... – Да и наша тоже академия звучит, очень интересно. – Да. – Академия не выступает. Вот. Меня всегда интересовал этот вопрос. Когда говорят обучать языку, столько лет живете здесь, не изучили молдавский язык, а создавались центры, почему они были закрыты, и почему сейчас это предъявляется кругом? – Я могу сейчас сказать очень неприятные вещи про большинство. – Скажите неприятное. – Про большинство. – Скажите неприятное. – Мы говорим, вот меньшинство не хочет изучать язык и прочее, прочее. – Все это не так по той простой причине, что большинство населения в Республике Молдова до сих пор сохранило комплекс неполноценности меньшинства из бывшего Советского Союза. – Мы не ощущаем себя хозяевами своей страны. И, соответственно, мы не способны создать условия не для насильственной ассимиляции, не путем запретов, а для естественной интеграции. Что должно произойти за 25 лет, чтобы дети, придя в детский садик, вышли из детского садика, болтая на языке страны, в которой они живут? Дети же изучают язык из воздуха. А потом этот ребенок, когда пойдет в школу, он должен изучать предметы, которые позволят ему потом, окончивши гимназию, лицей, ребенок хочет стать врачом. Он идет в мединститут. Здесь не может быть образования на 20 языках. Один язык, желательно английский. – Начинает с латыни. – Начинает с латыни. Мои коллеги по школе, как они ходили, черные, изобрели 700 костей. – Вы правильно сказали, интеграция. – А ведь этого нет. И поэтому мы как дурники… – Так и желания нет. – Нет, я повторяю, оставим власть в покое. – Почему? – Потому что мы их избираем, по крайней мере, так считается. Монархии у нас пока нет. – Слушайте, я не помню, когда мы кого-то избирали. – Ну да, помнить надо. – Вы что, правду верите в правду? – Вы не уходите от ответственности. – Я от ответственности не ухожу. – Я не помню, что правда была при выборах хоть раз. У нас то наш цик, то он одному принадлежит. Давайте вспомним все. Обвинения как были. Один, представьте, одной партией возглавляет ее, подтасовывает, когда не было электронного голосования. – Возвращаясь к тому, что мне нравится выражение Бернарда Шоу не о том, что танец есть в вертикальной выражении горизонтального желания, а о том, что демократия – это такая система власти, которая не позволяет людям жить лучше, чем они того заслуживают. Потому что когда мы говорим «выборы», ведь выборы – это значит праздник, а не возможность, да? Это значит люди, представители различных политических партий сидят на избирательных участках, улыбаются людям, да? И вот люди приходят и голосуют, и это акт гражданского, так сказать, действия прямого, да? И мы все должны быть заинтересованы, чтобы не было фальсификаций, чтобы не было манипуляций, чтобы нас не гнали, как стадо на бойню, что румыны идут, или путинские танки идут, да? – Все возможно. – Все возможно. – В наше неспокойное время, в мире всегда было неспокойно, что там, да, везде там у них, понимаете, происходит что-то плохое, да, нестабильности. Вот. Здесь говорить можно о всяком. Страшилки у нас были. Задам вот в окончании программы вам простой, необычный обывательский вопрос. Вы готовы? – Ну, куда деваться, раз попал сюда. – Вы верите в честность выборов в республике Молдова? – Нет. Сегодня нет. – И вчера тоже нет. – И позавчера тоже нет. – А когда мы поверим в это все? – Когда захотим. – Хороший ответ. Мы должны захотеть для того, чтобы вокруг нас произошли какие-то изменения в лучшее. На этом я закрою программу. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вы с вами поговорили. По-доброму, по-обычному, по-нашему. А нашим телезрителям всем здоровья, счастья. Смотрите нашу программу. У нас всегда интересные, всегда интересные гости. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова